Когда я был ещё подростком, казалось мне так важно в ногу с временем шагать, и мой день подражая даже к мамам, от сверстников ни в чём не отставать. Один я случай навсегда запомнил, он изменил полярную жизнь мою, и вспоминая об отцовском доме, его нежно в памяти хранил. В те времена, в 13 лет мне было, в подарок от отца я получил ботинки новые, но мода изменилась. Я только месяц обувь проносил, как вдруг ажиотаж среди мальчишек всех туфли с каблуками увлекли. На них набойки вовсе не излишек, а моды учредительницы крик. Я не желал считаться старомодным и на покупку денег попросил. Отец взглянув, ответил удивлённо, но ты же эти, сын, не износил. Я знал, что папа тяжело работал, но за работу мизер получал, и деньги все в родительской заботе на чеки и еду распределял. Но всё же возразил ему, но папа, в ботинках этих я смотрюсь глупцом, ведь скоро у тебя опять зарплата, нужны мне туфли, спорил я с отцом. Отец ответил, не спеша, но строго, ты на других внимания обрати, и если выглядишь ты хуже многих, получишь деньги на покупку ты. На завтра, по совету папы, я на ботинки с верстников глядел и видел стоптанные и в заплатах, такие никогда б я не надел. И только несколько ребят носили те туфли модные на каблуках. К ним мысли на себя уже причислив, я ни о чём не думал в попыхах, желая одного, чтоб завтра в школе по коридору с цоканьем пройтись. С такой радостной мечтою я в мастерскую папину входил. Отец лежал под старенькой машиной, сцепление чинит, мне сказал клиент, Вдыхая запах масла и резины, я окончание ремонта ждал. Текли минуты медленно, и с ними моё терпение сошло на нет, и я решился подойти к машине, чтоб ожиданию положить конец. Из-под машины высупили ноги. В истоптанных дырявых башмаках они смотрелись нищенски, убого, сияющими дырами в носках. Оторванная ветхая подошва крепилась проволокой к башмакам. На месте каблуков кривой дорожкой торчали гвоздики, то тут, то там. Что я увидел, болью отозвалось в сыновьем сердце, но лишь век спустя чувство доброе то поддавлялось назойливым желанием модным стать. «А, это ты, сынок!» — отец поднялся. «Ну что решил ты? Говори!» Неглядя на отцовские ботинки, вчерашнюю я просьбу повторил. Отец вдохнул мне деньги подавая. «Ну что ж, бери и покупай, сынок!» Помчался я прохожего, гоняя в ближайший магазинчик обувной. Стояли туфли на витринной полке. Вот, я у цели, модный крик в руках. И вдруг я вспомнил папины ботинки, сияющими дырами в носках. Он износил давно свои ботинки, работая на нас, его семью. И просто без того он обходился, что нужно было очень самому. Нет, не друзьям я должен подражать. Мой взгляд застыл на следующей полке, с рабочей обувью стоящий в ряд. Я пару взял десятого размера и к кассе расплатиться подошел. Любовь в груди моей горела. И на душе было так хорошо. Назад, проделав путь недолгий, я к мастерской с улыбкой подходил. На задние сидения машины, издачу и коробку положил. Отец еще работал, я взял веник и мастерскую тщательно подмел. Снял паутину с потолка и двери, привел в порядок стеллажи и стол. В пять вечера закончили работу, прошли в машине и садясь за руль. Отец, увидев на сидении коробку, открыл ее и замер вдруг. «Но ты хотел купить совсем другое!» Чуть дрогнув голосом, промолвил он. Не мог я объяснить, как стал героем. В моих глазах отец, как восхищен. И чувствами святыми преисполнен, ему в ответ я слова не сказал. Но как отец, он душу мою понял и мне с любовью посмотрел в глаза. И, положив натруженную руку на хрупкое мальчишечье плечо, его погладил. Все затихли звуки, два сердца лишь стучали горячо. Отец, как много вложил в это слово, творец заботливый, благой. Глава семьи всегда готов он от сердца жертвовать собой. Не покладая руку сердно, для Бога строит он семью. И для детей, примером верным, он полагает жизнь свою. Являйте, дети, уважение, дарите радости отцу. За вас ведет Отец сражение и даст отчет за вас Творцу. Как декларирует Писание, ведь сами будьте для отцов. Вам будет благо, воздаяние от Господа, кто есть любовь. Аминь.